Совести вообще нет. Она украла рыбу, там рыба размораживалась, но она украла. Я накрыл крышкой, у нее он забрал, кусок отрезал, ей дал, которая покусала остальное. Она сейчас пытается открыть крышку. Занимается, вот так лапает, молодец, молодец, получается. Она пытается открыть крышку. Потому что там рыба, которая ей нравится, размораживается. Да, вот так заглядывай, да. Наглая морда, вот эта на глазах у меня. Анфиса! Так, сейчас куда-то пинка получит, а? Пришлось спрятать в микроволновку. Да, в микроволновку спрятал от нее. Морда наглая. Думаю, надо подписаться. Ну, Анфиса пошла, прилечь под гортензию, полежать, отдохнуть. У нее кличка Проглотка. Она настоящая проглотка. Вот до еды просто ужасно жадная. Это она утром уже съела мышь. Сбегла, поймала, съела. Причем она, даже если не хочет, вот видно, но сытая. Все равно съедает, чтобы никому не досталось, чтобы вот смотрит, что там Арчик ест. Несчастный Арчик что-то начинает есть, он подбегает, у него из-под носа вечно голодная кошка. Что же такое? Так, все в сборе. Все в сборе. С утра утки там остатки доедали из тазика. Вот, сейчас и эти взобрались. Дали мне вчера прокатиться на доске, молодцы, не мешали. Да, молодцы вчера были, да. У нас постоянно стали появляться утки. Так, утки четыре. Вчера было пять, сейчас четыре. И довольно много. Так, соседские маршрутки. Вот это у нас на переднем плане, у нас маршрутка. Они спрашивают, чем они отличаются. Смотрите, во-первых, она поменьше. Во-вторых, голова у него более квадратная, у него такой лоб есть, помощнее голова. Машенька, ну пойдем, ты же знаешь, меня зажало, к доске меня прижало. Мне же пройти надо, да? Ну да, я пройду немножечко. Хорошая моя, хорошая. Ну дай мне пройти. Давай, хорошая моя. Хорошая моя. Ну мне еще пройти надо, давай в воду. Вот так, плюх. Так, утка плюхнулась. Ну ты давай тоже. Максимушка, все, видишь, она раф-то грудью туда. И хвостом, и хвостом. Ладно, сейчас вам поменяю воду, помою и насыплю. Все, поменял воду, насыпал. Так, утки, давайте с вами будем разбираться. А с утками мы будем в эту сторону разбираться. Давай сюда. Тут у меня другая есть посудина. С утками с ними непонятно. Во-первых, их число постоянно мутирует. Вот у нас несколько лет назад была парочка тути-фрути, вот они постоянно жили. А вот эта сейчас какая-то стая прибыла, уплыла. А ты что, не понимаешь, что надо с ними? Вот где они едят, там тебе есть надо. Вообще непонятно. А видишь, тут рыба не дает, рыба не дает. А там, благодаря посудине, перевернул. Ну, молодец, надо с ногами же залезть надо было. Конечно, надо было с ногами залезть, да. А что тут, щука что ли? Нет, оказалось. Они так на мелкоту не заплывают. Все, собирайте, давайте, сверху. А ты что тут? Давайте вальнем, да. На-те-на-те-на-те-на-те. Ну, утки регулярно прибывают, вот видят, что я выношу лебедям и приплывают. Да-да-да-да-да. А, все пять, все пять. Раз-два. И там три. Три-четыре-пять. Ну, этот опять с ногами залазит, перевернет сейчас все. Все перевернули. Какие вы неорганизованные, а? Вот я ему оставил ведерко, сообразит или нет. Нет, не соображает. Не соображает. Утки потом все из таза доедят. А эти уже наелись. Эти уже наелись. Я наблюдал, что она просто с лапами запрыгивает в таз и внутри там все со дна все соберет. Сегодня тоже хороший жаркий день, обещают. На доске покататься вечером. А сейчас аж дымка стоит небольшая такая. Ну, класс. О, у соседей причал показался над водой. Был полностью под водой. А сейчас показался уже... О, он уже сантиметров пять над водой. У нас уже... Скоро ступеньку будет видно. Первую. Вот. Я перила показывал. По перилу там видно, где мокрое, где сухое. Уже сантиметров, ну, десять. Ну, так хорошо отошло уже. То было в два раза меньше. Ну, понемножку стали спускать воду. И жара, по прогнозу, вот сколько прогноз дают там на десять дней. В общем-то хорошая погода. Есть шанс, что... Пойдет. А стартовать неудобно. Не стартовать, не причаливать неудобно. Стартовать неудобно, потому что Высоко слишком. И надо за перила держаться, чтобы стартануть так чисто. Получается нагибаться. И вот в полусогнутом состоянии приходится стартовать. Ну, это ерунда. А вот причаливать вообще плохо. Если было в одной, в один уровень было с причалом, тогда соскочил нормально. Сейчас ступенька эта есть. И доска бьет, чтобы она не била. У меня вот, ну, вот этот единственный, вот этот работает. А были там снизу прибиты и тут прибиты. А вот возле доски, возле ступенек там демпферы такие. Они слишком низко сейчас. И приходится соскакивать. Так, а вот тут уток еще пополнение. Там пополнение уток. Вон там еще сколько. Соседский. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, девять уток. Ладно, мне некогда с Вами. Мне надо еще зарядку сделать. А вот знаете, чего они ждут сейчас? Они уже наелись. Они уже наелись. У них тут в тазике еще осталось. Они не хотят больше. Но и не уплывают. Не уплывают почему? Потому что ждут, когда я уйду с причала. Потому что у них тут план. Они тут лежат, они тут развлекаются. А вот они тут проводят время. Я им мешаю. Ну, я извиняюсь, свою зарядку должен сделать коротенькую здесь. А он как-то строительством занимается попутно, нервы успокаивает. Хотя вода спадает, уже первая ступенька даже видна. Маша с Максимом все еще продолжают жить. Большую часть времени проводить у нас на причале. Но мы не против. Кот Арчик ходит, ложится на них, наблюдает. Ну, Анфиса, естественно. Им, похоже, приятно. Приятно наша компания. Так что мы вообще не против. А я попрошу подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Поставить лайк всей нашей веселой компании. И посмотреть прошлые видео. И ждать будущих. На этом все. Пока-пока.